Добрый день, дорогие друзья! И сегодня мы опять затрагиваем интересную тему, которая, конечно, интересует всех. Тема об очках. Много мы говорили об этом и в наших фильмах, и на уроках домашнего университета доктора Демского, но тем не менее очень много вопросов поступает. И более того, на каждом приеме я вижу много случаев, когда выписывают не те очки, их много. И сегодня мы коснемся, как решать проблему, чтобы хорошо видеть вдаль и вблизи. Помните тема близорукости? Часто и чаще всего выписывают при близорукости очки для дали, для постоянного ношения. В них вынужден школьник и вдаль смотреть, и в них же читать и писать. Это грубейшая врачебная ошибка. Мы говорили по этому поводу, и на моделях в том числе я показывал о недопустимости такого. Возникает сразу вопрос, а как быть? И мы говорили с вами о необходимости тогда бифокальных очков. Такие очки выпускались в Советском Союзе, так называемые БСПО. Вот они, эти очки. Внизу находится сфера призма. Они, конечно, не совсем привлекательны, но тем не менее они выпускались миллионами. Это очки для того, чтобы смотреть вдаль на доску, а через нижнюю зону читать и писать. Ну а на улице как? А на улице надо было еще одни очки. Очки для дали. Вот такие. Таким образом, у ребенка, у школьника, у студента получалось необходимо две пары очков. Одни очки и вторые очки. Удобно? Конечно, нет. Пришло время, когда создан был очень интересный инструмент. Это так называемые прогрессивные очки. В которых есть несколько фокусов. И они ничем не отличаются от обычных очков. Нету там границы, видите, некрасивой вверх-вниз. А здесь плавный переход от силы очков вдаль. Нижняя часть, видите, вот обозначение для близи. И средняя часть, которая промежуточное звено, объект великолепно получается видимым. Таким образом, плавный переход вверх, среднее расстояние и низ делает самым лучшим для мозга восприятием. Таким образом, прогрессивные очки это и есть самое эффективное из существующих на планете. Благодарю за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok